11 ароматов, полное строительное безумие, легкая-легкая рассольность, люблю лактонные ароматы, а тут еще и чайный, и лактонный, две моих любимых ноты сразу, прям, ой-ой-ой-ой-ой, ребята, я не ждала, не ждала подвоха, амбра-деревяшки вошли в чат, ой. Привет, ребята! Ну что ж, я решила ввести что-то типа новой рубрики, назову ее «Парфюмерный выходной», где мы с вами хотя бы познакомимся, будем болтать, будем распаковывать посылки, где я не буду заморачиваться ни с каким супер-монтажом, с кучей дублей и так далее, потому что мне часто приходят какие-то прикольные, прикольные штуки, мне все это очень хочется открыть, но иногда я думаю, вот, надо приберечь это для видео, а чтобы снять видео, это как бы целое приключение, поэтому зачем усложнять себе жизнь? Давайте добавим немножко расслабленности, немножко комфорта, и теперь вот будет так. Ну что ж, давайте для начала вообще познакомимся, потому что уже которое видео вы мое смотрите, а я еще даже не представилась. Зовут меня Даша, мне 28, я живу в частом доме вместе с мужем, у нас тут большая эпическая стройка, поэтому те видео, которые вы видите на симпатичном белом фоне, я записываю в ванной, потому что пока что это единственное помещение, где полноценно сделан ремонт, то, что сейчас в кадре вы видите, как раз вот этот вот кусочек, это не какие-то красивые обои, это ткань, это фон, который я просто сделала, чтобы у меня была хотя бы еще одна локация, а так вокруг тут полное строительное безумие. Ну что, в этой рубрике хочу делать слепые затесты, в этой рубрике хочу распаковывать посылки, показывать вам, что через меня прошло, рассказывать про какие-то первые впечатления, не заморачиваться особо с монтажом, ракурсами и тем, как я выгляжу, поэтому давайте добавим немножко комфорта, расслабленности, и проведем этот парфюмерный выходной вместе. Что же мне такого пришло? Здесь у меня будет целый один флакон, а для того, чтобы я захотела флакон, ребята, это гифи должны быть просто чем-то сверхъестественным, чем-то просто невероятным. Это тот редкий случай, когда я просто попробовала в магазине, в Сифоре или в Эльдеботе, куда мы случайно заглянули с мамой спонтанно. Мне понравился с первого пшика, это я тот человек, который всегда говорит, что в парфюмерном магазине невозможно ничего нормально почувствовать, только от Леванты, только хардкор. Я по-прежнему так считаю, но просто я давно хотела флакон из этой серии, и мне понравилось, как это пахнет на первый взгляд. Взгляд. Ну, в общем, посмотрим, понравится мне это или нет на самом деле. Еще тут есть коробочка на слепые за тесты, ее я отложу на следующий раз. И большая-большая вот эта коробка здесь от Леванты, от моего краснодарского дилера парфюмерного. Девушка-дистрибьютор, и она же продает на распив, и у нее, ну, классная подборка, много марок, которые мне симпатичны. В общем, посмотрим, понравится ли мне все, что я выбрала попробовать в этот раз. Конечно, велик риск, что тут будет очень раздражающее шуршание коробок, упаковок, но... Слушайте, ну в этом есть свой шарм, как бы... Я получаю удовольствие от этих звуков, это звуки новых посылок, это же прекрасно. Да, это флакон. Давайте не будем откладывать, и сразу же я вам про него, сразу же начала говорить, я его и покажу. Вот такой красавчик. Надеюсь, что руки дойдут, досниму вам отдельно, крупненько покажу. Это Iron Lauder, Cedar Violet, Кедр и Фиалка. Мне очень нравится это направление. Он похож на Mahave Ghost от Бореда, который у меня есть. Он похож на White Society Suit No.6, который у меня есть, про который я рассказывала в видео про зимние ароматы. Это такое же направление, которое для меня пахнет не теми нотами, которые указаны. Так, я тут наготовила блокеров. Для меня это похоже на орехи и какие-то такие пряные фрукты, типа груши или сливы. Блин, я не жалею, слушайте, очень классно пахнет. И, наконец-то, у меня появился флакончик из этой серии. Ну, очень они мне нравятся, давно хотела поставить. Сначала думала насчет их самой популярной Mediterranean Honey Suckle. Средиземноморская жимолость, такой же вот с бирюзовой крышкой. Но я сносила его от Levante, и все-таки для меня он слишком такой цветочный. Немножко не моя история. Это скорее для такой блондинки в летящем платье. Вот, я делала на него обзор в своем Телеграме. Заходите в углавление, можете найти, почитать, если интересно. А этот Айрен... Ну да, очень похож на Mahave Ghost. Чуть более фиалковый, чуть более такой горький и поплотнее. Здесь приятный сандал, который... Ну, тут есть легкая-легкая рассольность, но вот она совсем микроскопическая. Все-таки здесь он... Здесь он ближе к такой вот ореховости, к тому сандалу, который пахнет песочным тестом. Фиалка здесь такая приятная, не бабушкинская, не пудровая. Очень такая насыщенная, плотненькая, шершавенькая. Она тоже очень красиво подчеркивает эту древесность. И в отличие от Mahave Ghost и от White Society, здесь меньше вот этой фруктовости, больше древесности. Очень красивый, яркий, прям вообще мой профиль. Уже третий, оказывается, аромат вот из такого направления. Я с удовольствием его поставлю на полку, флакон супер. Это остаточек от 30 миллилитров. Итак, я вся, вся засыпана упаковкой. Мне все очень нравится. Мне немножко непривычно, что я не в каком-то таком более парадном, более рафинированном образе, потому что, ну, изначально для меня этот YouTube-канал — это и некий проект. Это немножко связано с моей работой. Я работаю на стыке фотографий и маркетинга. Я много чего снимаю, и людей, и мероприятия, и работаю с брендами, и с личными брендами. И помогаю через визуал транслировать свои ценности, притягивать нужных клиентов, создавать какое-то сообщество вокруг бренда. И этот YouTube-канал изначально было какое-то такое просто развлечение, плюс возможность сделать из самой себя такой кейс, и показать, как нестандартными средствами можно набрать аудиторию, которая будет вот та, которую я искала. Ну, то есть, искала именно вас. И это получилось. Получилось за счёт, конечно, определённых методов, которыми я пользовалась, да. Я думаю, что вы заметили по предыдущим видео, что я не использую какие-то стандартные ютубовские схемы освещения, хотя в силу профессии у меня есть весь дополнительный свет. Использую довольно нестандартную композицию, то есть как я расположена в кадре. Не самый форматный монтаж, не самая форматная вообще вот эта стилистика. Но это всё сработало. А сейчас я тут перед вами в таком уже совсем расслабленном варианте. Это такая... Пусть эта рубрика станет некой такой отдушиной. Так, в этой грандиозной коробке лежит коробка поменьше. Вот, собственно, с ней мы сегодня будем с вами знакомиться. Так, и здесь у нас коробочки с отливантиками. Я заказываю по 2 мл. Я уже, честно говоря, не помню, что я там такого набрала. Точно там есть один чайный аромат. Но и в целом это всё из списка моих давних хотелок. Но так как список состоит из более чем 400 пунктов... Ну, вы сами понимаете, могу ли я помнить, что здесь нет. Давайте начнём. Скировать. Я недавно посмотрела статистику. Оказывается, меня смотрят большая часть аудитории 45+. А это было неожиданно. У меня тут 11 ароматов. Ну что ж, давайте рискнём. Подробнее про них, конечно, я расскажу потом в последующих видео, если они меня зацепят и покажутся заслуживающими внимания. Сейчас исключительно верхние ноты, первые впечатления. Давайте случайным образом буду вытаскивать. Маржела Ти Эскейп. Ну, давайте. Один из самых ожидаемых, наверное, во всей посылке. Ой, красивый. Очень-очень мягкий натуралистичный зелёный чай. С такой лёгкой молочностью. Есть такая лёгкая-лёгкая беркомотовость, которая после вот этого такого травянистого начала просвечивает. Есть очень реалистичная нотка. Как же вам описать-то? Когда вы вдыхаете хороший зелёный чай из банки, в нём есть рыбные ноты. Это ужасно звучит, но это приятно вдыхать. И если у вас дома где-то завалялся хороший зелёный чай, засуньте нос, вы поймёте, о чём я говорю. И здесь немножко вот эта нота присутствует. Мне очень нравится выраженная молочность. Я люблю лактонные ароматы. А тут ещё и чайный, и лактонный. Две моих любимых ноты сразу. Прям восхитительно. Слушайте, приятный. С удовольствием буду разнашивать. Не разочаровалась. Едем дальше. Второй. Вильгельм у нас, базилика феллини. Не знаю, насколько вам интересно. Может быть, вы уже тысячу раз знакомы, но мне интересно. Очень табачный. Хороший инжир такой просвечивает. Жирненький. Заслащивается. Заслащивается. Красота. Мне очень сильно понравилось. Похож немножко на Marjoloo Untitled. Вот этим сочетанием табачности, свежести и пронзительной сладкой ноты. Только там она такая цветочная и очень воздушная. А здесь всё-таки инжир более фруктовый. Мне очень зашло. Буду разнашивать. Возможно, завтра проведу день в нём. И напишу профимерный обзор в телеграм-канал. Классный. Орман Джейн Чампака. Говорят, восхитительные белые цветы. Ну, проверь. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Слушайте. Он очень диффузный. Просто я вот так держу блотер. Надо было его в конце. Шлейф красивый, но это такой абстрактный запах мамы, у кого мамы 70-х годов выпуска. Такой свежий цветочный аромат, как дезодоранты, которые были вот в начале 90-х нулевых. Не знаю, понимаете вы, о чём я или нет. Это цветочный запах, но он абстрактный. Немножко в такую жасминовую сторону. Есть в нём что-то вот такое ультраженственно-ретровое пары 80-х-90-х. Для меня он прям звучит возрастным, хотя мне самой считай под 30, но почему-то не хочется мне такое носить. При этом запах классный, я уверена, что вот такой можно реально прям отдарить мамам. Должен понравиться. Свежая, чистенькая, очень яркая, шлейфовая, диффузная цветочность. Дальше. Puivre Pamela Atelier Matéry. Ноту Pamela я вообще люблю. О! 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 Слушайте, это прям ультра-реалистичная Pamela. Под реализмом я подразумеваю, что это запах не только мякоти, не только сока, но и шкурки, и прожилок, и косточек, и всё вот это вместе создаёт прям вот картинку настоящего фрукта. Он с такой характерной горчинкой, причём это не скатывается в грибфрут. То есть понятно, что это пахнет именно Pamela. Очень интересно. Но я даже не уверена, буду ли я носить, потому что... Ну, потому что это настолько реалистично. Для меня такие реалистичные запахи больше ассоциируются там со свечами, с оттушками для дома. Да, оно на себе. Пахнуть как Pamela. Но вообще вот он начинает раскрываться, и довольно приятно, довольно приятно начинает пахнуть. Более многогранно. Более парфюмерно. Ладно, погорячилась. Разношу, скажу своё мнение подробнее. Не знаю, попадёт ли он сюда на YouTube, но в Телеграме я точно хоть маленькую заметочку, но черкну. Алтайя Юсон. По-моему, чайный должен быть. Нет, мне это пахнет не чаем. Это очень красивый природный запах свежего воздуха и земли. Но это звучит парфюмерно, и очень нежно, и очень красиво. Земли, цветов, таких каких-то вот самых первых весенних. Вот эти зелёные, такие травянистые, красивые нотки. Прям этот аромат мог бы быть акварельным пейзажем. Очень красивый, очень переливчатый, многогранный. Прям вот когда я говорю про аромат-открытку, Алтая идёт в эту категорию. Точно не для беглого затеста, но вот первое впечатление, очень приятное. Опять же, буду тогда писать подробный обзор. Красота. Тем временем, Анима Либера Сигно Неро. Ой. Это красиво, но я не могу понять, что это. Да, это бергамот, такой остренький. Но он не чайный, а какой-то дымный. О, а вот теперь уже чайность появилась. Такой крепко заваренный чёрный бергамотовый чай. Я прям люблю такое очень. Многие не хотят пахнуть как пачка с чаем, но я из тех категорий людей, кто хочет. Вот, и видео про чайный аромат буду делать масштабное, может быть, даже в нескольких частях, потому что я люблю и запахи чёрного чая, и зелёного чая, и каких-то специфических всяких там травяных чабрецовых историй. И мне есть что вам показать, о чём рассказать. Да, этот герой, видимо, пойдёт как раз в этот выпуск. Ну, давайте его до того времени и оставим. Call Me Iris. Давно, давно хотела. Ирисовые ноты люблю, морковный аспект не люблю. Говорят, что это очень красиво, очень элегантно, и прям вау-вау-вау. Давайте посмотрим, вау или нет. Очень тонкий, нежный, цветочный. Никакой моркови, ничего такого нету. Элегантный, красивый. Прям такой прозрачный, очень приятный. Раскрывается не сразу, потихонечку так начинает расходиться. Такая очень тонкая, кисловато-фруктово-пудровая цветочность. Только супер акварельная, супер вот тончайшая. Вот действительно, как вуаль. Красивый, классный аромат. Так, мы на финишной прямой, 4 запаха. Ребята, держимся. Так, профюма дифферензии. Мательда. Что за Мательда? Не помню, вообще. Ой, как красиво. Вот этим пахла посылка. Ой, как здорово. Как здорово. И еще он мне что-то, что-то очень сильно напоминает. Что-то из похожего направления. Когда-то у меня было, возможно, в ливантиках. И очень понравилось. Ну что? Поняла. Танит. Похоже это на танит, про который я вам рассказывала в прошлом выпуске. Который такой клубнично-сливочный. Ой, как красиво. Слушайте, это не клубник со сливками, не химозная гурманика. Не так, как вы можете себе это представить. Это пахнет. Это сандалово-сливочно-клубничный запах. Его очень хорошо слышно, но он не душный, не суперплотный, не какой-то бешено-шлейфовый. Фантастика, как красиво пахнет. Вот это прям, вот это прям, наверное, пока самое, что мне больше всего понравилось во всей посылке. Очень красиво. Любите, если гурманнику, профюма Ди Ферензи и Мательда, познакомьтесь, просто божественно. Именно вот такая гурманика, не банальная, не съедобная, не когда ты пирожком пахнешь. Нет, такая женственная, сексуальная, переливчатая и понятная, и в то же время и непростая. Прям, ой, красота. Супер. Закончу обзор на душу сим, буду ходить пахнуть до вечера. Опять профюма Ди Ферензи... Профюма Ди Ферензи, та же самая марка, что и предыдущий аромат. Аромат Апскурус. Апскурус. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, я не ждала, не ждала подвоха. Амбра-деревяшки вошли в чат. Ой. Если вы понимаете, о чем я. О-хо-хо-хо, боже мой. Мой нос суперчувствителен к амбра-древесным материалам. Я ощущаю это как... Как будто бы ёршики для прочистки трупа или кальяна натерли имбирем и суют их в мои ноздри и достают до мозга. О-хо-хо, боже. В шлейфе, возможно, это будет красиво. Но если вы те, кто от Терензи, Кирке и прочих, вот, заходите куда-нибудь в уборную и слышите этот запах от девушки, которая ушла 30 минут назад, Апскурус точно не для вас, не для вас. Я просто за этими нотами даже не слышу, не слышу ничего. И для меня очень многие ароматы того же Терензи, которые по-разному называются, но в них есть большое количество амбра-древесных материалов. Их еще называют мускусами, но это не мускусы, это амбра-древяхи так пахнут. Для меня не все, к сожалению, просто на одно лицо. Я слышу только вот этот компонент. Он отвечает за диффузность, за шлейфовость, за стойкость. По идее он должен быть подложкой для парфюмерной композиции, но на мой нос, который у меня устроен именно так, он заглушает с собой все, и я просто понимаю, что я сплю на этом диване. И это было ошибкой, ошибкой. Ничего не могу про него сказать, ребята. Ёршики, которые чистят мозг. Вот, Апскурус. Господи, Иисусе. Вот это подвох. Вот это вообще не ждала. Ой. Ладно, ребята, надеюсь, что последние два мы что-то почувствуем. Конечно же, это стали суперлегкие ребята. Но давайте моего любимого Гиома. Аромат Intimic Steam. Наслышанно. Говорят, что-то пломбирное и приятное должно быть. Люблю сливочное направление. О, какая благодать-то после предыдущего. Да, это нежнейшие взбитые сливки. Вот, натуральные. Не приторные, не какие-то не соленые, не кислые. Нет, как вот, как не сладкий пломбир. Ой, просто великолепно. Очень люблю это направление. И для себя, и в мир, когда хочется надеть белую одежду и пахнуть чем-то вот таким молочно-сливочно-пломбирным. Опять же, это не про еду, это про общее какое-то ощущение комфорта, уюта, нежности. Классный. Последнее. Это как раз Genius Musician. Вообще, они обычно такие легкие молекулярные, как говорят. А я его напоследок. Ой. Ой, как красиво. Как необычно. Как необычно. Слушайте, это... Это переливающиеся ноты. Это винил. Винил? Может быть, типа запах струн решили так передать. Видимо, настолько впечатлились омбродеревяшками, что флешка тоже такая, типа, я не могу это терпеть. Давайте вкратце расскажу, собственно, чем тут все закончилось. И самый последний был, на который я так долго рассказывала, так активно жестикулировала, и просто жаль, что это не попало на видео. Это был аромат от Genius, который вот есть painter, художник, который был в шестом чувстве, в восьмом чувстве, который все знают. И у меня Musician, очень интересный. Я его сравнила с такой голограммой. То есть это полупрозрачная объемная картинка, но в которой угадываются все элементы. Он пах сначала чем-то таким лаково-древесным, потом добавились ноты винила. И я предположила, что, возможно, струны так хотят передать в этом аромате. Ну, то есть он называется Musician, да. И дальше все сильнее набирала обороты какая-то такая цитрусовая канифоль или цитрусовое мыло. Не знаю, с чем это сравнить. В общем, аромат супер переливчатый, и он точно не для такого беглого затеста. Он раскрывается поэтапно, постепенно. Поэтому ждите просто на него более подробный обзор в Телеграме. Ну, либо уже здесь на Ютьюбе. В общем, мне очень понравился такой формат парфюмерного выходного. Потому что я сижу, не накрашенная, заваленная коробками. Я не заморачиваюсь над ракурсами, светом и дублями. Пишу вот это вот сходу, как получается. Надеюсь, вам тоже понравилось. И для вас тоже такие посиделки будут приятными, интересными. Расскажите, прав ли Ютьюб, который считает, что вам больше 45 лет, немножко о себе, чем вообще занимаетесь. Если какие-то есть вопросы ко мне, тоже welcome, задавайте. Было приятно провести с вами время. И до скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...